Надо хорошо разбираться, наверное, в inner circle, как в внутреннем окружении Путина, для того, чтобы понять, возможно там Дорсово, либо невозможно. В любом случае, стратегия Запада была та, чтобы укрепить оппозицию максимально, российскую оппозицию. Опять же, в следующем году, осенью, в сентябре, если не ошибаюсь, будут выборы в Думу, потом президентские выборы. Поэтому у Запада была стратегия, чтобы укрепить оппозицию, таким образом, чтобы они потихоньку-потихоньку просачивались во власть, в том числе на региональном уровне, а потом перешли уже на национальный уровень. В принципе, и Борис Немцов в свое время доказал, что это возможно. Возможно выиграть манипсисальные выборы, стать депутатами, делать там в Ярославской области какие-то перемены. Эта стратегия проваливается. Мы знаем, что произошло с Борисом Немцовым буквально в конце февраля. Мы знаем, что Путин уже zero tolerance, нулевая толерантность к любой оппозиции. Мы знаем, что сейчас РПР, Парнас даже не регистрируют на выборах, там Навальный, Касьянов, Ходорковский. То есть у них нет никаких шансов даже пройти где-то там в Магадане, в Костроме, где они баллотируются и тому подобное. Хотя некоторые политологи настаивали, что нужно было не игнорировать муниципальные выборы в 2012 году, наоборот, идти к ним. Тем не менее, мы сейчас видим, что их отрезают максимально. То есть у них нет никаких шансов вообще куда-либо пройти. Поэтому сценарий оппозиции, российской оппозиции, она сейчас не работает. То есть да, есть какие-то там лидеры, есть там сантименты оппозиционные и тому подобное. Но гайки-то скучены настолько, что в принципе политическим путем, каким-то там демократическим путем, условно говоря, изменить ситуацию в России на дальнюю ближайшую перспективу невозможно. То есть единственное, это поменять режим Путина. Давайте... Чьими руками? Мы не знаем. Давайте смотреть то, что у нас есть на столе. Вопрос в том, что... Менять... Я думаю, Запад сейчас не... Да, несколько раз встречался был и Ходорковский. Недавно он буквально в выгивании выступал в Атлантике, канцлер в Вашингтоне. Туда приезжал несколько раз и Михаил Касьянов, и Владимир Карамурза, и другие оппозиционеры. Тем не менее, все равно этого, как сказать, ихнего капитала, ихнего политического, социального капитала недостаточно для того, чтобы переплюнуть Путина, у которого реально очень серьезный рейтинг. По поводу того, вместо того, кто станет на место Путина, я затрудняюсь ответить. Даже если будет какой-то компромисс между, условно говоря, прозападными российскими элитами и Вашингтоном, Брюсселем, с одной стороны, что люди просто придут в консенсус, скажут, мы не хотим терять наше финансирование, понимаем, что Путин сошел с ума, мы хотим как-то остановить эти ковропролития и тому подобное. Но я не вижу пока альтернативы, даже во внутреннем круге, на кого они собираются менять Путина и кто будет там более лояльный, ну кто Рогозин, Шойгу, ну то есть это не те люди, которые станут на место Путина. На место Путина на сегодняшний день может только Медведев, по-моему, и тот только с его согласия. Поэтому вот если бы мне кто-то сказал, что есть яркий оппозиционер, условно говоря, какой-то Ленин, там, я не знаю, Горбачев, кто может занять его, да, возможно. Еще скажите Брежнев. Да, хоть не Брежнев, да, у него с Западом было не очень, по-моему. Поэтому и сами сантименты настолько распалены сейчас в России, то, что общество настолько электризированное, настолько агрессивное, что, в принципе, я не думаю, что они воспримут какого-то либерального политика. Да, там им можно все объяснить, но после того, как... Таким нужен новый Сталин, что ли? Я думаю, да. Сейчас больше у них запросы как раз туда сползают, к новому Сталину. И то, что мы видим, то, что вся политика Кремля действует на то, что даже Путин сам себя переигрывает, то есть, по-моему, даже ожидают еще более сильную руку. И многие сейчас радикалы в России, они даже недовольны Путиным, они критикуют за то, что он все-таки не вел войска, за то, что он церемонится с Западом, за то, что он не покажет настоящую русскую силу, русского оружия и тому подобное. Поэтому во многом вот эта такая агрессивная пропаганда, она работает против него, потому что он слишком добрый Гитлер. Ну, смотрите, есть общество российское, которое хочет нового Сталина, есть российская оппозиция сегодня, которая не способна функционировать, и есть еще внутреннее окружение господина Путина, олигархи, которые сегодня реально теряют в деньгах от того, что он делает. Не считаете ли вы, что именно на них следует делать ставку в плане государственного переворота, скажем так, в России? Я уверен, что некоторые такие переговоры ведутся, но вот недавно, если читали или не читали, что Тымченко, которому принадлежит одна из важных корпораций, которая занимается, и у него там свои интересы в Газпроме есть, но неважно, он переехал из Швейцарии, он переехал обратно жить в Россию, в Подмосковье где-то. То есть все-таки есть какое-то сворачивание активов российской элиты, российских олигархов, сворачивание этих активов на Западе, и мы все-таки прекрасно понимаем, что эти люди, они далеко не западные элиты, это даже не украинская элита, которая в принципе может там так либо иначе действовать на свой страх и риск. Я уверен, что все-таки система ФСБ, она сильная, у них есть сильные традиции там устранения своих оппонентов, я уверен, что все вот эти вот главные ключевые фигуры, там Ротенберг, Гитимченко, и там Сечины, они все так либо иначе находятся на крючке спецслужб и члены их семей, поэтому я не исключаю, что у них есть, даже перечить Владимиру Путину, у них даже есть, наверное, какой-то внутренний страх, элементарно физическая расправа, этого все боятся, поэтому я уверен, что на каждого есть и компромат, и каждого как-то там контролирует, поэтому Западу здесь, вот Запад как раз действует сейчас как саперы, они действуют очень аккуратно, потому что любой неправильно перерезанный проводок, любой здесь вот неправильный шаг, он может, ну естественно, Америке от этого ничего не будет, да и Европе вряд ли от этого что-то будет, потому что то, что Путин пойдет до ла-манши, ну я не знаю, мало кто в это верит, но дестабилизация здесь, в Украине, она может быть очень серьезная, естественно, что это все отобразится на всем мире, экономически, финансово, и в плане беженцев, поэтому здесь надо быть очень-очень аккуратным, в то же время Украина должна во главу угла ставить, после стратических интересов США, они должны ставить национальные интересы Украины, фактически требовалось, изначально от украинского правительства, от украинского президента требовалось от Запада две вещи, первое, это максимально исполнить требования Майдана, зачистить коррупцию, усилить Украину, двигать ее в западном направлении, ставить профессионалами, и второе, в случае вторжения России нанести русским максимальный урон, то есть русские, под ними должна была гореть земля, это должны были заниматься там не волонтеры, не армия, которая там добровольца составлялась, а это должны были заниматься на государственном уровне, то есть максимальный урон России, чтобы они поняли, что здесь им вообще не рады, поэтому вот такие две задачи, и насколько справляются, ну я бы сказал, справляются с этими задачами на троечку, может даже с минусом, поэтому в многом зависит от нас, с поправкой, конечно, национального интереса Украины. Субтитры создавал DimaTorzok